Этот день города будет юбилейным перед еще большим юбилеем. Красноярску 395 лет, а впереди у нас 400-летие Красноярска. И в этом году будут пробовать форматы, которые скоро станут новой городской традицией. Самая главная новинка это то, что праздник переезжает на набережные Енисея. Абаканская протока на Енисеи сразу станет центром этого праздника. 12 июня вечером на воде у Ерыгинской набережной пройдет шоу с трюками и спецэффектами. К нам приедет гидроцирк. Они хорошо известны в западной части страны и уступают и на реках, и у морских берегов. Наблюдать за флайбордами и водными мотоциклами красноярцы будут открыв рты, уверены организаторы. С использованием пиротехники, с использованием огня и так далее. И мне кажется, наконец-то мы подходим к реализации той самой нашей мечты. Мы готовимся к 400-летию города и мы как-то планировали, что наша Великая река когда-нибудь станет большой сценой, а весь город станет зрительным залом. Так вот это такая, скажем, почти репетиция, когда на водной глади состоится основное шоу, а зрители смогут наблюдать его практически с трех сторон. Это и с набережной Ерыгинской, и даже с пешеходной части коммунального моста, и с левого берега с острова Отдыха. Шоу станет завершением дня города, плавно перешедшим в День России. И это далеко не единственное событие. Вообще торжества растянутся на несколько дней. 8 и 9 официальные мероприятия, когда к нам приедут 40 мэров-соседей, а наш городоначальник наградит заслуженных жителей. А 10 и 11 июня развлекательные дни и снова у воды. На четырех набережных стартует новый городской проект «Яркие берега». Площадки такие – Центральная набережная, набережная Ерыгинская, набережная за торговым центром и небольшая набережная в районе ДК 1 мая. На Центральной набережной 10 числа в субботу состоится большой краевой фестиваль современного и традиционного искусства «Сибирь мастероваем». Это концертные номера, это огромное количество различных мастер-классов, выставок декоративно-прикладного искусства. Ерыгинская набережная, она станет такой спортивной, экстремальной, потому что здесь пройдет всероссийский фестиваль «Сибирь-Урбан». Набережная за торговым центром станет семейным уголком, а в районе ДК 1 мая соберется микс со всех больших площадок ярких берегов. Ответили сегодня организаторы и на вопрос, как в Красноярске, следуя веяниям времени, умерят веселье и на чем будут экономить. Например, в оформлении города. Конечно, у нас будет использована яркая праздничная подсветка, у нас будут украшены мостовые переходы, но без каких-то излишеств мы решили в этом году обойтись. Модных столичных хедлайнеров тоже решили не звать, но в любом случае праздник украсят площадки и выступления самых разных коллективов. На большой сцене на площади мира один будет сменять другой три дня к ряду. Народная дружина Михаила Кириллова, кавер-бенд «Громче» выступают 9 июня. Красноярские хоры, ансамбль танца «Инсейский зори», красноярская группа «Яхонт» и гости из Москвы команда «Трубачи» с современными хитами. Все это 10 июня. 11 на сцене будет детское утро и большой симфонический день и патриотический вечер. От классики до русского рока на балалайках и скрипках. А праздничный фейерверк состоится только если найдутся спонсоры. На хороший салют нужно от трех миллионов рублей. Город на него тратиться не станет, но активно ищет желающих сделать и юбилейный вечер ярким. Анна Гейнца, Илья Гришан. Новости Прима.